Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости. Поговорим о средней стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке. Мы также разберемся, какие факторы влияют на ценообразование на первичном и вторичном рынке. Сегодня мы с вами будем подробно говорить о колебаниях и тенденциях рынка. Ну и конечно же будем говорить о внешних и внутренних факторах, которые влияют в целом на развитие рынка. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Хмельницкий. Мы будем говорить о колебаниях, это краткосрочные явления, которые протекают на рынках. Терриот исследования июль-август 2020 года. Ну, вы как заметили уже, друзья, город Хмельницкий также не имеет деления на административные районы города. Поэтому мы будем говорить о средней стоимости квадратного метра в целом по городу. Традиционно вспомним, что на колебания влияют внешне экзогенные факторы, которые сложно предугадать. Именно поэтому колебания не изучаются, не исследуются, не анализируются. Ярким таким внешним, так сказать, фактором, который повлиял на многие рынки, является COVID-19, который послужил таким триггером для кризиса, мирового экономического кризиса. Итак, мы говорим, что за период июль-август в городе Хмельницком, жилая недвижимость, класс социальное жилье подешевела в минус 0,22%. Мы продолжаем говорить о классе социальное жилье. Это жилье, построенное в период с 1950 по 1992 год. Вот. Мы также знаем уже с вами, что на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир, большая часть из которых принадлежит именно к этому классу жилья, точнее 15 миллионов 200 тысяч квартир. Мы также, кстати, все вот эти 15 миллионов 200 тысяч квартир, это, как я уже говорил, были построены в период Советского Союза и достались нам после развала Советского Союза в качестве, так сказать, наследства при помощи большого жилого фонда. Мы также в течение года в целом по Украине наблюдаем порядка полутора миллионов квартир этого класса, которые продаются или выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, она однородна и репрезентативна. Мы видим, что в августе месяце средняя стоимость квадратного метра в городе Хмельницкий достигла 455 долларов. Как я говорил, что показало отрицательную динамику снижения стоимости. Ну, традиционно о перспективе до конца года, краткосрочной перспективе до конца года, этот вид жилья подешевеет минус один процент в годовом измерении. Следующим слайдом мы с вами будем говорить и разбираться, что такое колебания, я прошу прощения, тенденции, долгосрочные явления, которые протекают на рынках. Какие факторы влияют на тенденции? На тенденции влияют внутренние или же эндогенные факторы, которые, собственно говоря, изучают специалисты, которые занимаются этим видом деятельности. К таким внутренним факторам относятся соотношение спроса и жилья на рынке, также инвестиции, которые заходят или же не заходят на рынок. Ну и, конечно же, мы с вами очень хорошо знаем, что при развивающейся экономике, когда создаются новые рабочие места, строятся новые заводы, фабрики, создаются новые субъекты хозяйственной деятельности, население или люди, которые живут в Украине, в общем-то, зарабатывают деньги не только на хлеб насущий, как это происходит сейчас, а в состоянии откладывать деньги на приобретение недвижимости. Кто-то приобретает первую свою квартиру, кто-то приобретает жилой дом за городом в качестве второй недвижимости, кто-то приобретает коммерческую недвижимость. Еще раз, друзья, на платежеспособность населения, на развитие рынка действуют внутренние факторы. То есть, если экономика работает в целом, то, значит, мы понимаем, что рынок активен, люди зарабатывают деньги и приобретают недвижимость. К сожалению, друзья, это пока не про нас. Итак, возвращаясь к рынку недвижимости, перед вами гистограмма восходящая. Период исследования у нас будет август 2019 года. Будем сравнивать с августом 2020 года. Мы видим, что в августе 2019 года средняя стоимость квадратного метра 449 долларов. И в августе уже 2020 года средняя стоимость 450 долларов за квадратный метр. Итак, восходящая гистограмма мы видим в июне месяце начинает свое снижение, то есть меняет направление. И к концу года, как я говорил, мы увидим снижение минус 1% в годовом измерении. А за период август 2019 год, август 2020 год, мы видим, что все-таки недвижимость выросла плюс 1,34%. И, в общем-то, показала положительную динамику роста. Следующим слайдом мы с вами будем разбираться, что происходит с квартирами эконом, комфорт, бизнес классом. Это жилье построено в период современной Украины. Данный класс жилья отличается от социального тем, что большие метражи общей жилой площадью. Также мы знаем, что более развитая инфраструктура, естественно, более комфортные условия проживания. Еще раз повторюсь, на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир и всего лишь 1 миллион 900 тысяч относится к этому классу жилья. Мы также видим, что в течение года квартиры, которые относятся к этим классам, которые выставляются для продажи, их порядка 200 тысяч в целом по Украине. Так что это очень важно. Выборка, с которой мы работаем, она репрезентативна и однородна. В августе месяце мы видим, что стоимость квадратного метра достигла 559 долларов за квадратный метр. И показала нам отрицательную динамику снижения стоимости. Минус 0,18%. Ну, традиционно о перспективах, скорее всего, мы к концу года также увидим снижение минус 1% в целом по всему первичному рынку, включая и квартиры, эконом, комфорт, бизнес класса. Следующий интересный слайд, это показатель, который формируем мы на основании статистики, которую получаем от Министерства юстиции. Мы будем говорить о количестве транзакций в Украине, сравнивать первое полугодие 2019 года с первым полугодием 2020 года. Итак, мы видим, что в первом полугодии 2020 года общее количество транзакций 83 071 договор отчуждения прав собственности на недвижимое имущество, что в общем нам показало минус 24,3% в сравнении с первым полугодием 2019 года. Вы также можете ознакомиться с структурой транзакций, сюда входят договоры купли-продажи, договоры омен и дарения, ну и так далее. Это вы все можете прочитать. Подводя итог, мы говорим уже о тенденциях. Рынок недвижимости не является исключением, он, как и остальные рынки, реагирует на кризисы. Мы видим, что количество или активность рынка, в общем-то, достаточно резко снижается и будет снижаться до конца года. И эти же тенденции продолжатся в следующем году, о чем я буду вам рассказывать в следующих своих видеороликах. И еще один слайд, мы уже будем говорить о первичном рынке, квартиры эконом-комфорт бизнес-класса. Первичный рынок это квартиры, которые не сданы еще в эксплуатацию. Мы видим, что в августе средняя стоимость достигла 366 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что первичный рынок продается исключительно за национальную денежную единицу. Для вашего удобства мы переводим гривны в доллары по курсу национального банка. Для того, чтобы вам было удобнее видеть динамики и сравнивать, что происходит на первичном и вторичном рынке. Мы видим, что за период исследования июль-август снижение минус 0,27%. Что, собственно говоря, мы уже наблюдаем на протяжении больше 8 месяцев. Я об этом говорю, показываю вам статистические данные. Первичный рынок первый вошел в состояние кризиса. И, естественно, это уже тенденции, которые будут продолжаться и до конца года, и весь следующий год. В качестве подтверждения моих слов мы рассмотрим последний слайд. Мы формируем эти показатели, опираясь на статистику службы статистики Украины. Вот такой каламбур получился. Мы будем сравнивать количество введенных в эксплуатацию квартир в 2017 году, в 2018 и в 2019 году. В целом по Украине мы видим, что в 2019 году на 10% было меньше сдана в эксплуатацию квартир, чем в 2017 году. То есть это тенденции, которые продолжаются. На самом деле мы видим в 2018 году уже, в общем-то, кризис пришел на первичный рынок. И компании-застройщики почувствовали это, так сказать, на своем бизнесе. Если говорить о Хмельницкой области, мы видим, что в 2019 году было сдано в эксплуатацию 2630 квартир, что на 39,6 меньше, чем в 2017 году, где было в абсолютных цифрах сдано 4356 квартир. То есть, если делать выводы, друзья, компании-застройщики еще раз повторились с 2018 года, поняли, что квартиры, которые они строят, пользуются спросом. То есть они все меньше и меньше приобретают это жилье. Поэтому они вынуждены снижать и вводить в эксплуатацию все меньше и меньше нового жилья на рынок. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать. Особо умные могут посылать нахер. Но если у вас есть аргументы. Еще, друзья, помните, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting. Вы путайте нас, пожалуйста, со слугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще, друзья, помните, о статистике недвижимости позаботимся мы. А вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и не забывайте оплачивать жилищно-коммунальные услуги компания Monopolys.